Друзья, всем привет! Вы снова на канале Биткоганы, с вами снова я, Евгений Коган. Будем обсуждать тему, которая касается каждого из вас. Тема очень интересная и она не только теоретическая, она очень и очень практическая. Я имею ввиду налогообложение. В конце концов, за что сел Аль Капоне не за убийство, а именно за то, что налоги не тщательно платил. Не секрет, что у нас очень долгое время в стране работает плоская шкала. Сколько бы вы не заработали, 13 процентов. Не так давно относительно сверхопределенной суммы 15 процентов. То есть эти 2 процента деткам. Ну, хорошо получился общественный консенсус. Сильно не возражали, детки наши все. Поэтому согласились. Недавно в России была предложена идея повышения налога для богатых граждан. Стали обсуждать уже новый вариант прогрессивной шкалы налогообложения. И, собственно, вот этот вопрос я хотел досконально обсудить, чтобы было понимание вообще, что происходит, насколько у нас много, не много, относительно других стран. Вообще, как мы живем и как мы с этим будем жить. Надо сказать, что прогрессивная шкала налогообложения, она, собственно, давно существует во многих странах. Она сильно влияет на финансовую систему и социальную справедливость. Вот эта вот прогрессивная шкала, она подразумевает, что налоговая ставка растет с увеличением дохода. Что означает, что более обеспеченные люди платят более высокие налоги. Здесь все понятно. Плюс какой? Ну, прежде всего, это уменьшение социального неравенства за счет более высокой налоговой нагрузки на богатых граждан. Финансирование социальных программ, таких как образование, здравоохранение, повышение социальной стабильности и ну, содействие экономическому росту. Из минусов, это сдерживание предпринимательской активности и инвестиций из-за высоких налоговых ставок. В итоге государство, подняв налог, получит меньше. Ну, есть такая вот зависимость, что если ты немного поднимешь, то, возможно, ничего не будет. Если ты поднимешь чуть больше, то у тебя собираемость налога в итоге ставка выше, а собираемость ниже. Сегодня налоговая ставка для физлиц в России составляет 13%. Согласно новому предложению, если гражданин зарабатывает более чем 83 тысячи рублей в месяц, ставка налога будет увеличиваться, например, для дохода свыше одного миллиона в год, но менее 5 миллионов рублей в год ставка налога будет 15%. А для тех, чей доход налог превышает 5 миллионов рублей, налог будет уже 20%. Повышенная ставка такая действует только на сумму превышения налога. Вот это надо понимать. Значит, итак, друзья, вот это предложение, оно вызвало огромное количество обсуждений в обществе. С одной стороны, в нашей стране много людей, которые желают все отобрать и поделить. Доброе утро, так сказать, шариковым. Но повышение налогов может привести к переходу на серую зарплату, оттоку капитала и отпугнуть инвесторов. Есть такой риск. И в итоге негативно сказаться на экономическом развитии. То есть вроде как галочку поставили, а стали жить хуже. Американский экономист Артур Лафер еще в 1974 году разработал анализ, известный как кривая Лафера. Он говорит, что чем больше денег собираются в виде налогов, тем меньше денег бизнес и люди готовы инвестировать. Напротив, они будут искать способы защитить свой капитал от налогообложения и перенести операции за границу. Согласно исследованию Питера Даймонда, Лубриата Нобелевской премии по экономике 2010 года, доходы от сбора налогов с 1% богатейших жителей США будут максимальными при ставке налога около 55%. При повышении этой ставки до 57% собираемость налога резко упадет. Ставка, которую предлагают для богатых в России в 20%, она очень далека от 55%. Это я сейчас не работаю адвокатом, я просто рассказываю, как оно есть в реальности. Вот честно, вот оно так. Но, вероятнее всего, наши любимые граждане, они все равно будут искать способы уйти от налогов, если они будут казаться им несправедливыми. Давайте взглянем на цифры. В России в 21 году действует повышенный налог 15%, дополнительный 2%, то есть это дополнительный налог на доходы свыше 5 миллионов рублей в год. В 23 году он принес в бюджет 159,5 миллиардов рублей из общих сборов НДФЛ в 6,5, 6, точнее 54 триллиона рублей. Если ставка налога увеличится с 15 до 20 процентов, сборы этой категории граждан вырастут до 560 миллиардов рублей, что составит 8,5 процентов от общих сборов. Это значительное увеличение доходов, и оно демонстрирует потенциальную эффективность. Это правда, повышение налога для богатых граждан. Необходимо учитывать возможные последствия для экономики и социальной структуры страны, которые пока очень сложно предсказать. Ситуация с увеличением НДФЛ до 15 процентов для граждан с доходами свыше 1 миллиона, она интереснее. 10 процентов населения, они зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц, а больше 300 тысяч рублей, менее 1 процента россиян. В реальности ставка налогов 15 процентов затронет около 20 процентов жителей, так как повышенный налог распространяется только на сумму с доходов свыше 83 тысяч рублей. Давайте так, простой пример. Человек заработал 2 миллиона рублей в год или примерно 167 тысяч в месяц. Ну, для Москвы не такая уж и большая зарплата. По старой ставке в 13 процентов он должен быть заплатить примерно 260 тысяч рублей налогами. А с введением ставки в 15 процентов, с первого миллиона он платит те же самые 13 процентов, то есть 130 тысяч, а со второго уже 150 тысяч рублей. Суммарно его годовой налог составит 280 тысяч рублей на 20 тысяч больше, чем раньше. Если человек зарабатывает эти деньги, то значительно его налоговая нагрузка не вырастет. И здесь, в принципе, ну как-то все более-менее спокойно. Никто, скажем так, ругаться сильно не будет. Теперь, друзья, мы коснемся с вами очень интересного вопроса. А что будет, если вообще не платить налоги? Если декларация подана с опозданием, просто опоздание, выпишут штраф 5 процентов от суммы налога за каждый месяц, но не более 30 процентов. Если налог по декларации занижен, то НДФЛ начислят, плюс придет заплатить штраф 20 процентов и еще на минуточку 40 процентов за умышленное занижение или сокрытие налога. Вот здесь очень интересный момент. Налоговая, она действует по презумпции виновности. Вот каждый должен это четко понять. Я же случайно, это ошибка. Налоговая говорит, нет, батенька, это не ошибка. Это больше, чем ошибка. Это преступление. Вы говорите, ну как же, ну я просто обсчитался. Это не нарочно. Я нечаянно. Налоговая говорит, хо-хо-хо, за нее отчаянно бьют. Отчаянно. Вот как-то так. Еще такой важный момент. Неоднократное сокрытие доходов считается уклонением от уплаты налогов за крупные суммы. И нарушителя ждет уже не административная, не денежная, а уголовная ответственность. И нам надо помнить это. Оно такое есть. Просто надо знать. За такое нарушение суд назначает штраф от 100 до 300 тысяч рублей или в размере годовой или двугодичной зарплаты. Также предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до одного года, ареста сроком до шести месяцев, либо тюрьмы на срок до одного года. Довольно серьезная штука. И я думаю, что каждый, кто это слышит, понимает, что лучше с этими штуками не играть. Это слишком опасно. Повышение налогов для богатых граждан имеет разные аспекты. С одной стороны, это может увеличить доходы бюджета и финансирование социальных программ. Мы об этом говорили. С другой стороны, это может быть дополнительной финансовой нагрузкой для людей. Какие меры будут предприняты в итоге? Мы с вами будем наблюдать. Давайте пока глянем, как устроена прогрессивная шкала налогообложения в других странах. Это важно для понимания и сравнения. В Германии одна из самых сложных систем. Здесь налоговая ставка зависит не только от личного дохода, но и от семейного положения, что, в общем-то, разумно. Место работы и количество детей. Граждане могут оказаться в одной из шести налоговых групп. Шести. Например, те, кто зарабатывает свыше 260 тысяч евро в год, то есть это примерно 26 миллионов рублей, облагаются налогом в размере 45 процентов. Менее 9 тысяч евро, то есть это примерно 900 тысяч рублей, они вовсе освобождаются от уплаты налогов. В Финляндии используется шестиступенчатая коробка передач. Шучу. Шестиступенчатая шкала. Здесь налогом облагаются не только заработные платы, но и пенсии, социальные пособия, стипендии. Кстати, вот это для меня загадка, если честно. Зачем пенсии облагать налогом? Необлагаемым минимумом тут считается зарплата до 16 тысяч евро, то есть 1,6 миллиона рублей. А максимальная ставка, она составляет 31,7 процента для людей, чей доход превышает 100 тысяч евро. В США система налогообложения очень сложная и разнообразная. НДФЛ варьируется от 10 до 39 процентов. Доходы до 9 тысяч долларов в год, ну 820 тысяч рублей по текущему курсу, налогом не облагаются. Но каждый штат, ну штат это штат, они могут делать что хотят. Они могут установить собственные налоги, которые могут составлять до 13 процентов дополнительно. Куда денутся? Либо переезжай. Многие переезжают в другой штат. Куда поступает НДФЛ? Это тоже важный вопрос и его надо обсудить. Согласно статье 56 и 61 налогового кодекса, 85 процентов НДФЛ остается в регионе, а 15 процентов поступают в городской бюджет. И вот вы знаете, это очень важный момент, который надо знать, потому что мы все умные. Говорим, ну наш государство нас грабит, давайте снижать налоги. Только мы забываем, что во многих городах и регионах их бюджет сформирован исключительно из этих денег. И если вдруг мы повысим вот эту шкалу необлагаемую, то там эти регионы по миру пойдут и будут требовать трансфер соответственно из центра. Вот такая вот проблема. Если же физлицо платит НДФЛ по другим доходам, например, с арендной платы за недвижимость или инвестиции, то налог распределяется по месту его постоянной регистрации. Места, честно говоря, практического проживания при этом абсолютно никакого не имеет. Вот. И это тоже надо знать. НДФЛ и другие налоги — это основной источник доходной части государственного бюджета, по крайней мере, вот в регионах. В 23-м году на долю НДФЛ пришлось 25,8% совокупных всех доходов регионов. Самая большая доля этого налога в Москве — 53,13%. Ну, это понятно. Что можно сказать в заключении? Прогрессивная шкала налогообложения, она действительно играет важную роль в современных экономических системах. Она позволяет учитывать различные уровни дохода граждан и обеспечивает более эффективное использование госресурсов. Но когда мы будем вот проектировать нашу налоговую систему, очень хорошо надо подумать, как не допустить ухода в тень людей с высокими доходами и при этом снизить нагрузку на малообеспеченные свои населения. Когда мы будем вот мастерить вот эту вот нашу, скажем так, шкалу, нам надо учесть все факторы, чтобы понять нам шашечки или ехать. Если шашечки, вот шашечки, да, красиво, социальная справедливость, ну чего, ну перестанут платить богатые, в итоге получим меньше. А если ехать, то надо изучить, где та максимальная шкала, выше которой, ну вот не стоит повышать налоги. Вот это все надо понять, рассчитать, 10 раз, как я уже сказал, 20 раз отмерить, а потом ввести. Это вопрос и экономический, и социальный, и научный, и политический. Друзья, всем удачных инвестиций и понимание, что с налогами лучше не шутить, и налоги должны быть разумными. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...